Фред Бурхард. Охота на ведьм. — Давай, рассказывай. Да скинь сапоги. Ишь, полной воды начерпал. Усевшись на табурет, Микки и Сторг изголинич два водопада, которые разлились в лужу. Та, впрочем, быстро исчезла, просочившись в щели межкривых досок, из которых был набран пол. Освобождая ноги от сапог, мальчишка шмыгал носом. Его рыжие волосы были растрепаны, щеки до красноты растерты грубыми рукавами. Лет ему было, может, статься одиннадцать, а может, и все тринадцать. У матушки бьё спросить, да старушка Марго в своём обычном состоянии вряд ли даже имя его вспомнит. Всё на синей кочерге скачет, дрянь такая. Продолжая мелко дрожать, подросток пытался согреться и внятно изложить увиденное. В общем, заглянул я в окно. Путь Мики до жилища трёх сестёр, находящегося на другом краю топкого болота, был непрямым и нелёгким. Два раза он, уступаясь, падал с тропинки и чудом не погиб. К дому он подкрался в тяжёлых сумерках, прячась средь стеблей высокой травы с пушистыми метёлками и скупо шелестящими листьями. В сторожевой собаке у сестёр не было, и это обстоятельство значительно облегчало его задачу. В последние двадцать метров Мики прополз на животе. Будучи уже у брёвен, он осторожно заглянул в окошко. Внутри горели свечи, освещая пространство большой комнаты, одновременно кухни и гостиной. У стола с чёрным котом на руках прохаживалась средняя сестра Марианна. Сюсюкая с животным, она нараспев читала стишок одного из поэтов прежнего мира. У них в библиотеке было немало интересных книжек. Кот таращил на неё зелёные глаза и время от времени пытался вырваться. Но всерьёз бороться за свободу ему было лень, поэтому Стефан, иногда размахивая хвостом, смирялся с ролью детяти. Тут в помещение вошла старшая сестра Галадриэль или Гала, как её чаще называли Марианна и София. — Ты опять возишься с этим несносным котом. Когда же ты оставишь его в покое, сестрица? — Как же мне оставить его в покое? Он такой пупсик. Кроме того, я отнюдь не бездельничаю, варю зайца с овощами и приправами. — Ах, так вот, чем так благоухает! Гала облизнула губы, а затем обнажила зубы, таким образом заявляя о своём немалом аппетите. Увидев хищную улыбку, Микки припустил прочь. Вслед за Галой на кухню пожаловала одетая в пёстрой лохмотье растрёпанная София. С тех пор, как почил их батюшка, сёстры проживали одни, не желая примыкать ни к какому сообществу. В своём доме им было достаточно привольно и комфортно. Мертвые, в их окружённые реками, озёрами и топями край практически не проникали. Опасных зверей в лесу фактически не было, вот и жили они сами по себе, прослыв злыми ведьмами. Что их вполне устраивало. Чем меньше к ним суются, тем лучше. Смотрю, она ходит, заклинания вспоминает. И коту рассказывает. А кот её слушает. Головой кивает, когда правильно, когда неправильно, в сторону мотает, как человек. А может, тебе почудилось, малец? Не кот это вовсе нечистый дух, с них станется. Пробосил Бобби щуря заплывший жиром глаз. Может быть, хотя у него хвост был, он хвостом махал. Нечистый дух с хвостом и ей, всё сходится, резюмировал мясник. Мужики загудели. Выпивка подогревала в них живость воображения. Как есть нечистый. И головой ещё кивает, ты смотри. Потом влетает их старшее, белое, как привидение. И облизывается, и зубы скалит. Тут я и побежал, пока не сожрали. Молочага! Сельский механик Фродо потрепал жёсткие волосы паренька, а затем нахмурился. Вот что, ребята, дальше-то терпеть нет никакой возможности. Уже ребятишек наших харчить удумали. Мужики грозно всколыхнулись. Да, сколько можно! И на астовой гляди того! Дьявола в отродье! Подняв руку, Фродо призвал к тишине. Предлагаю положить конец их злодеяниям. Этой ночью. Но сначала выпьем. Эй, Спенсер! Бочонок доброго Эля за мой счёт! Бармен хотел напомнить, что Фродо ему и так должен, но осёкся. Такой момент нечего мелочиться. Сей момент! Пространство наполнило разноголосый рёв. Мужчины выражали готовность выпить и победить. Фродо улыбался. Не зря родители назвали его в честь древнего героя. Микки крутил головой, в которой рождался гениальный план. Домой он сегодня, конечно же, не пойдёт, поскольку... Я вас провожу, чтобы никто не утонул! Верно, Микки! Эй, о, за Микки-проводника! За Микки-проводника! Твоё здоровье, парень! Наше всех здоровье! За успех, Дила! За успех! Через час мужчины двинулись в путь. Ровным счётом десять смельчаков, до Микки одиннадцатой. Первым за ним шагал, конечно, Фродо. В одной руке он сжимал монтировку, в другой – верёвку. Факелов не жгли, чтобы не вспугнуть злодеек. За Фродо следовал продавец Билли. За Билли – пекарь Джон. За Джоном – братья Карлайлы, Сэмми и Брайан. За братьями – мясник Бобби с большим разделочным ножом. За ним – лоботряс Крис с батагом. За Крисом – земледельцы Чарли, Клаус, Марвин и Картер, вооружённые тяпками. Огнестрельное оружие было только у Карлайлов, у Сэмми – двустволка, у Брайана – пистолет. В целом они представляли собой грозную для этой местности силу. Даже представить невозможно, кто бы с ними сейчас посмел состязаться в удалей. С неба на них искоса взирала почти полная луна, звёзды в основном закрывала дымка. Мужчины старались не издавать звуков в тихой ночи, тем не менее издавали, поэтому то и дело замирали, прислушиваясь. Когда до логово было около третьей мили, Марвин, остановившийся, чтобы отлить, шатнулся и поневоле прошёл несколько шагов. Развернувшись, чтобы вернуться на тропинку, он понял, что быстро погружается в холодную трясину, однако не осмелился громко звать на помощь, так что Картер его не сразу и услышал. А когда услышал и поспешил к нему, из болота торчала только усатая голова его дорогого приятеля. — Эй, Картер! — поскликнул голова. — Да, Марвин. — Где Клаус? Где Чарльз? — Впереди, метр в ста к северо-востоку. — Далеко. Картер? — Да, Марвин. Передавай парням привет от меня. Сдаётся мне, я больше их не увижу. — Брось, что ты такое говоришь? Мы ещё на свадьбе твоей спляшем. Ответом ему была шелестящая и булькающая тишина. Марвина поглотила трясина. Встав и немного помолчав над местом исчезновения, Картер догнал отряд. — Эй, Картер, а где Марвин? — спросил Клаус. — Погиб. Как? Он решил отлить и, к несчастью, утонул. Весь мигом разнеслась по цепочке. Фродос командовал остановку. Мужчины застыли и около минуты стояли почти неподвижно. Отдавали дань памяти. И снова все двинулись в путь. Где-то хохотала ночная птица. Билли поднял воротник плаща. — Чёртова ведьмина болота! Проклятые места! Надо бы вернуться к утру, поспать часок. Восемь ему, как всегда, открывать лавку. В принципе, ему нравилось торговать. Торговля — это всегда движение, общение с людьми. Уставал, конечно. А кто не устает? Перед домом охотники замедлились. Окна были темны. По всей видимости, ведьмы спали в своей берлоге. Брайан извлек кресало и труп. Тьму разорвали яркие факелы, тишину, зычные воинственные крики. Затрещала древесина двери. Галадриэля Софии в доме не оказалась, зато средняя сестра была решительно схвачена. Что же, это уже что-то. Фродо велел уложить её на стол лицом вверх и крепко привязал щиколки запястья к ножкам. Поверхностно осмотрев ведьму, он решительно разорвал тонкую ночную рубашку, чтобы найти на нечестивом теле колдовские знаки. Однако вместо них взглядом открылись обольстительные формы. В штанах у Фродо зашевелился змей. Да и не у него одного, но сейчас он был главным. И уж если кому принимать важное решение, так это именно ему. Крякнул, Фродо изрёк. Выглядит как обычная женщина. Что же, сейчас проверим, так ли это? Фродо. Фродо приспустил штаны и пристроился к промежности испытуемой. Ведьма негодующе стиснула губы и закрутила глазами. Фродо задвигал тазом взад-вперёд, прислушиваясь к своим ощущениям. Ишь, прикидывается простой женщиной. Ничего, ребята, сейчас мы выведем её на чистую воду. Ну давай уже, бормочи свои проклятия и заклятия. Однако ведьма ничего не бормотала. Может быть, это и не обязательно. И так понятно, что ведьма. Вдруг глаза Фродо выпучились, а рот отворился, как будто ему лошадь врезала копытом под дых. Вытонув в воздух, он взревел. Кусается! Она кусается! Жуёт! Жуёт мой! О-о-о-о! Лицо его побагровело, на лбу вздулась жила. Решительно рванувшись назад, Фродо вытащил кровоточащий и стерзанный орган. Охотники исторгли возгласы изумлений и ужаса. В рычащей промежности ведьмы смыкались и размыкались оскаленные острые зубы. Мужчины пребывали в шоке. Бестия, извиваясь на столешнице, разразилась визгливым хохотом. Её волосы встали дыбом, от кожи повалил едкий пар. Очевидно, она задумала удушить охотников зловонием. Немного придя в себя, Фродо подскочил к ней и ударил монтировкой в лоб. Один глаз ведьмы выпучился более другого, но в целом она не угомонилась. Фродо ударил ещё раз. И снова. И опять. Получи, вонючая бледина! Однако ведьма продолжала визжать и источать миазмы. «Дай-ка я!» — пришёл на помощь Бобби и рубанул ножом по горлу. Во все стороны брызнула кровь. Она заливала стены, окна, потолок, мебель и охотников. Так что пришлось спешно набросить на тело плед. Ещё некоторое время ведьма колотилась об стол, а затем постепенно затихла. Фродо стянул липкую ткань. Мариана была похожа на скрюченную в конвульсиях мумию с широко распахнутым провалом рта. «Разрубите её топорами и тяпками!» — распорядился предводитель. Он до сих пор был в спущенных штанах. По идее, надо обработать и перевязать раны. «Посмотрите в шкафах виски! Чего-нибудь!» Однако ничего не потребовалось. Видимо, зубы ведьмы были ядовитыми. Через полтора минуты Фродо испустил дух. «Напрасно мы сюда отправились!» — заметил Клаус. Глаза его бегали по сторонам, вероятно, ища волшебный выход. «Заткнись, цикло!» — отреагировал Билли. Что касается Микки, то его мир совершенно перевернулся и похожий навсегда. Он сидел у скамейки и теребил найденную под ней пучеглазую собачку. «Ведьмина сучка!» — воскликнул Билли. «Нужно вздёрнуть эту гниду!» Он весьма ловко соорудил из верёвки петлю, затянул её на шерстистой шее и осуществил намерение. Собачка повисла, выгнув тельце и растопырив лапки. Её язычок высунулся, чёрные глазки ещё более выпучились, на кровавленный пол выплеснулась маслянистая моча. Однако, похоже, она не желала быстро прощаться с жизнью. Когда Билли с перекошенной физиономией начал потряхивать её на удавки, поднимать, ронять и в каком-то моменте резко останавливать. После нескольких подобных манипуляций собачка застыла в апофеозе агонии. «Вот так тебе, сучка!» — оскалился Билли. В этот момент раздался звон стекла, и его череп пробил железный пруд. Билли упал и уткнулся в кровь и мочу. Рядом валялась собачонка. Между ними тянулась верёвочка, напоминающая поводок. Очевидно, они вместе отправились погулять в смерть. Микки истерически рассмеялся, тыча пальцем в окно. Там, неподалёку от пузатой луны, висела сидящая на метле ведьма. Волосы её змеились, глаза мерцали, словно у дикого животного. Мик, и в её руке появился следующий пруд. Она далеко отвела кисть, а затем резко метнула снаряд. Раздался вибрирующий свист, и пекарь Джон упал на пол. Из его лопнувшего брюха вырывался яркий и жирный кишечник. Сэмми и Брайан вскинули оружие, загремели выстрелы. Ведьма, верещая и кувыркаясь, рухнула в сухой кустарник. Я к ней не пойду, заявил Бобби. Буду надеяться, что она там сдохла. Сэмми и Брайан согласно кивнули. Есть ещё одна, младшая, заметил Крис. Этот потлатый парень славился ленью и апатичностью, за что и получил эпитет лоботряс. Лицо у него было рябое, нижняя губа отвислая, характер занудный. — Нам надо запереться в какой-нибудь комнате без окон, — предложил низкорослый, лосоватый Клаус. Под жарой Картер хотел его поддержать, но тут на него навалился вставший с пола мёртвый Фродо. Зомби сковал Картера кольцом рук и жадно вонзил зубы в жилистую шею. Раздался душераздирающий вопль. Чарли и Клаус попытались разрубить Фродо тяпками, но были медлительно и слабы. Бросив истекающего кровью Картера, Фродо свернул шею Чарли, а затем набросился на визжащего словно поросёнок Клауса. Успокоил его только размозживший череп приклад ружьишко решительного Сэма. — Уходить надо, — изрёк лоботряс Крис. Разумеется, это и без него, всем было понятно. Оставив за собой полыхающее логово, мужчины отправились в обратный путь. — У тебя остались патроны? — спросил Сэм Карлайл у Брайана Карлайла. — Я, — ответил Брайан, — всё, выстрелил. В доказательство он направил ствол в голову и нажал на рычаг. Грохнул выстрел. Стрелок упал. В открытый от удивления рот Сэме залетели кусачи осы. Вскоре он задохнулся. Мясник Бобби подозрительно посмотрел на лоботряса Криса, а потом набросился на него, крича что-то про мерзкую ведьму. Не дожидаясь, чем кончится их сражение, малец Микки побежал к посёлку. За его спиной раздался смех Софии, похожий на резкий клёкот хищной птицы. Однако младшая сестра редко бывала в этом месте, поэтому оступилась и принялась погружаться в болото. Микки остановился и приблизился к ней на расстоянии двух метров. В больших глазах ведьмы мерцало искреннее недоумение. «Теперь ты утонешь», — заметил паренёк. «Да, наверное», — согласилась София. «А не знаешь, твоя старшая сестра, та с белыми волосами, что с ней?» Её проткнули ветки кустарника. Не удалось выжить. «Доволен?» «Нет, я вообще не хотел, чтобы вас убивали». «Ты был с ними. Я не знал, что они хотят вас убить». «Ты правда не хочешь моей смерти?» «Правда». «Тогда помоги», — девочка протянула к нему руку ладонью вверх. «Сегодня же мы будем играть в чудесном месте, которое я тебе покажу. И смеяться, и летать». На лице Микки изобразились радости и сомнения. На лице Софии заиграла тёплая улыбка и печальная нежность. «Давай, иначе всю жизнь будешь жалеть, что испугался помочь. Будь смелым. Ты же смелый мальчик, я знаю». «Да, я такой». Микки шагнул вперёд и обхватил гладкую прохладную кисть. Такую мягкую, нежную и неожиданно сильную, до боли сжавшую его пальцы. Что происходит? «А раз такой, так иди сюда. Эта трясина всё равно не отпустит. Её сёстры заколдовали». Микки попытался вырваться, но поздно. София притянула его к себе. Похоже, ей было страшно, но уже меньше, чем до этого. «Вместе, что ни говори, и погибать веселей». Микки перестал дёргаться и обнял её. «Не переживай, София, всё хорошо». Так они и скрылись в зыбучие жижи. Некоторое время из вязкой глубины поднимались медлительные, словно ленивые жабы пузыри. Как будто это болото что-то хотело пробубнить сквозь непробудный сон, да и позабыла, что именно. На заре ведьмин дом догорал, задрав хвост дыма. Днём по встревожному посёлку бегала шалевший портной, не находя ни приюта, ни понимания. Естественно, кому нужен приблудный кот, спугающий человеческими глазами?